Савелий занимается каратэ с двух лет и это неудивительно. Каждый день рядом с настоящим чемпионом. Когда отец спортсмен международного класса, любовь к спорту прививается с малых лет. Свои первые соревнования в три года помнят до сих пор. Первые мои соревнования, это еще когда мне было три года, я выступал не в своей категории, так как таких еще не существовало. Я очень боялся из-за того, что все ребята были больше меня. Но я в первых же соревнованиях занял первое место. И это было только начало многочисленных побед. Алексей Феоктистов тренирует ребят в стенах 17-й школы. Зал для борьбы оборудуют самостоятельно. Среди его учеников целая плеяда победителей не только региональных, но и международных соревнований. Независимо от исхода поединка, надо оставаться человеком и уважительно относиться к сопернику, учит тренер. Ко всем своим соперникам нужно относиться с большим уважением. И в спорте я не считаю, что главная победа над соперником. Победить нужно, во-первых, себя. И цели могут быть у всех разные. У кого-то цель может быть стать чемпионом мира, а у кого-то цель может быть пробежать 100 метровку быстрее. Через день, через два, или через три, или через месяц, через год. Сила, выносливость, скорость движения, равновесие, реакция – основные качества в карате. Этому может научиться каждый. Главное – упорно тренироваться. Загрузили заднюю ножку и направление вашего удара. Дай мне ручку дорабатывать. Оп, бедро, ножка – все должно работать. При таких тренировках даже слабый пол может уложить на лопатки. Владислава – чемпионка России и пятая на чемпионате в Японии. Мне всегда немножко не нравится, когда мне говорят, ну ты же девочка, как ты можешь заниматься карате? Почему не танца? Почему именно карате? Ну, потому что мне просто нравится. Мне нравится драться, мне нравится заниматься спортом. Вот это мне все нравится. Свое продолжение Алексей видит в детях. Говорит, воспитать достойных спортсменов и привить любовь к здоровому образу жизни – основная задача. Учителем физкультуры пошел работать сразу после окончания вуза. Считает, именно этот предмет пригодится абсолютно каждому. Многие предметы, которые мы изучаем в школах, они нам в дальнейшем в жизни не особо и пригодятся, скажем так. А вот физическая культура, она встречается с нами каждый день. Мы приехали, допустим, домой с работы уставшие, живем на каком-нибудь там 23 этаже, у нас сломался лифт. Что мы делаем? Мы занимаемся нагрузкой физической культурой. Идем куда-то, перед нами лужа большая, не обойти ничего, нужно ее перепрыгнуть. Идем на остановку, автобус там собирается уехать, нам нужно побежать. Физическая культура у нас каждый день вокруг нас. Когда-то именно учитель физкультуры и первый тренер стали настоящим примером. Благодаря им для Алексея открылись все спортивные дороги, определился жизненный путь. Возможно, кто-то из этих ребят много лет спустя будет также вспоминать с благодарностью своего учителя физкультуры, тренера и наставника. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.